Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротка о главном. Для достижения цели все средства хороши и даже незаконные, решил житель Хасавюрта и угнал машину, чтобы разобраться с обидчиком брата. Ущерб на 160 миллионов рублей нанесли республике майнинг-фермы, один из крупнейших объектов, обнаруженных на списке. Помогая другим, помогаем себе. Более 100 миллионов рублей собрали дагестанские фонды на помощь пострадавшим при взрыве в Махачкале. Спорта все возрасты попорны. Пять медалей завоевали дагестанские дзюдоисты на чемпионате России среди ветеранов. Начнем выпуск с ДТП в Дербенском районе, в котором погиб один человек и трое пострадали. Водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet. В результате аварии водитель второго авто скончался на месте происшествия. Владелец же Toyota Camry и его пассажир с различными травмами, доставленных в медучреждение. Для достижения цели все средства хороши, даже если они противоречат закону, подумал житель Хасавюрта, который угнал автомобиль и отправился выяснять отношения. Мужчине сообщили, что его младшего брата избили. Заметив на стоянке авто с ключами в замке зажигания, он поехал на нем на место встречи. Кроме того, задержанный в этот же вечер нанес сколото-резанное ранение двум молодым парням в ходе возникшего конфликта. Пострадавший доставлены в больницу, угнанный автомобиль возвращен владельцу. Расследование дела продолжается. Ущерб от майнинг, хищения электроэнергии в республике составил около 160 миллионов рублей, и это только за последние полтора года. Об этом сообщают Россия и Северный Кавказ. За этот период была пресечена деятельность 36 ферм по добыче криптовалюты. Уточняется, что один из крупнейших объектов с мощностью 1 мегаватт обнаружен в Каспийске. Этого бы хватило, чтобы запитать более 300 квартир. Аналогичные случаи выявлены также в ряде других муниципалитетов, включая Махачкалу. Более 60 случаев возгорания сухой травы и мусора зарегистрировано в Дагестане за три дня. В основном пожары происходят по причине неосторожного обращения населения с огнем. Несмотря на предупреждающие профилактические мероприятия, проводимые сотрудниками МЧС, жители республики игнорируют правила особого противопожарного режима. Согласно законодательству, подобного рода нарушителям грозят штрафы от 400 тысяч рублей. Более 100 миллионов рублей собрали дагестанские фонды на помощь пострадавшим при взрыве в Махачкале. Это стало известно в ходе встречи Сергея Мерикова с руководителями благотворительных организаций. Помощь оказали более 100 тысяч человек, а суммы были самые разные – от 5 рублей до 300 тысяч. Глава региона поблагодарил представителей за проведенную работу, а людей – за неравнодушие к трагедии дагестанцев. Также стороны обсудили координацию действий, в том числе, какие расходы возьмут на себя фонды. Вопрос стоит, как координировать тех людей, которые обратились, и кому нужно помощь оказывать. Наше предложение такое, вот к нам уже обратились порядка 15 семей, те, которые понесли большой урон. Я не считаю, там мелкие. Они к нам обратились, 15 человек, мы бы их зарегистрировали, сверили, кому они еще обращались из наших коллег. И мы готовы уже рассмотреть, просчитать ту помощь, которая требуется им, и, исходя из наших ресурсов, уже начать помогать им. Вопрос, чтобы вот это дублирование не было. Повестка этого совещания должна быть следующая. Значит, мы должны подать для коллег объективную информацию по количеству пострадавших, по степени и так далее, и так далее, и так далее. И завершением нужно будет так, чтобы у нас ресурсный центр регулярно мог получать информацию об изменении тех или иных историй. Вы подумайте, как лучше сделать. Наверное, лучше разделить по категориям. Тогда по категориям легче будет определять объем помощи. Одна категория – это погибшие. Вторая категория – это пострадавшие, находящиеся на стационарном лечении. Абсолютно поддерживаю ваш тезис. Мы же не знаем, сколько они там будут лечиться в Москве. На встрече было озвучено предложение создать рабочую группу, куда войдут представители органов власти, общественности и благотворительных фондов. Это поможет в оперативном порядке вырабатывать алгоритм действий при чрезвычайных происшествиях. Сергей Меликов идею поддержал. Одни из тех, кто всегда готов протянуть руку помощи – это благотворительный фонд «Инсан». Мы не раз рассказывали в своих выпусках о тех, кто нуждается в нашей с вами поддержке. Героиня сегодняшнего сюжета – Гулиемат Магомедова. У женщины рак желудка – третьей стадии, и ей необходима регулярная реабилитация, которая стоит немалых денег. Камила Мехтиханова продолжит. Слезы на глазах дочери Гулиемат не высыхают с мая. Причиной тому поставлены маме страшный диагноз – злокачественное новообразование поджелудочной железы. Обычное обследование здоровья выявило шокирующее для семьи заболевание. Потом дочка нашла клинику в Москве. Мы поехали туда. Я приняла шесть химии. Там дали мне этот диагноз – злокачественный опухоль поджелудочной железы. Мне назначили двенадцать. Вот сейчас тридцатого, двадцать девятого должна уехать, тридцатого на прием. К сожалению, средств на лечение недостаточно. Гулиемат – пенсионерка. В ее семье тяжелое положение. Сын – инвалид первой группы, а дочь работает няней и одновременно следит за больной матерью. А эти первые химиотерапии мы прошли за свои средства. Без чьей-либо помощи сами. А вот на остальные шесть у нас нет средств. Поэтому фонд «Инсан» открывает сбор для Гулиемат Магомедовой в сумме 739 тысяч 200 рублей. Лечение рака поджелудочной железы – это очень сложный и дорогостоящий процесс. Женщина очень надеется на очередную реабилитацию в московском центре. И мы с вами тоже можем помочь. Для этого просто нужно перейти по QR-коду на экране и подтвердить перевод. Камила Мехтиханова, Магомед Магомедов. Новости ННТ Махачкала. Бизнес Дагестана стал больше брать кредиты. С начала года республиканским компаниям банки выдали более 9 миллиардов рублей. По данным Национального банка, эта цифра больше прошлогодних значений почти в два раза. В разрезе отраслей основными лидерами по данному показателю стали предприятия сельского хозяйства, торговли и обрабатывающего производства. От 100 до 500 тысяч рублей выплатят в форме субсидий социальным предприятиям или молодым бизнесменам. В Дагестане стартует конкурс на предоставление финансовой поддержки для молодежи, занимающейся малым и средним предпринимательством. Рад сообщить вам, что 31 августа 2023 года стартует прием заявок для молодых и социальных предпринимателей. Приказом Министерства экономического развития 26 марта 2021 года за номером 142 регламентирует, регулирует предоставление финансовой поддержки для субъекта малого и среднего предпринимательства, включенных в приезд, социального предпринимательства и субъекта малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным физическим листом возраста от 14 до 25 лет включительно. Средства гранта вы можете потратить на аренду и ремонт нежилого помещения, на приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения. Отметим, что в текущем году власти планируют затратить на поддержку предпринимателей около 6 миллионов рублей. А так как грант будет предоставляться при условии софинансирования не менее 25% расходов со стороны бизнесмена. Цель нацпроекта «Малая и средняя предпринимательская поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» это поддержка бизнеса на всех стадиях ее развития, то есть от стартапа до ее развития и на выходы на федеральные и международные рынки сбыта. Важно также отметить, что субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица, те, которые планируют начать свою предпринимательскую деятельность, обязаны пройти обучение по программе корпорации МСП, азбука предпринимательства и по основному ведению предпринимательской деятельности в Центре поддержки предпринимательства, в Центре «Мой бизнес». И о спорте. Пять медалей завоевали дагестанские дюдаисты на чемпионате России среди ветеранов. Турнир прошел в Пензе. Одной из двух наград высшей пробы завоевал 57-летний Абдурашид Багавдинов, которому не было равных весе свыше 100 кг среди участников своей возрастной группы. Причем для представителя школы «Динамо» это были дебютные соревнования по дзюдо. Багавдинов – неоднократный чемпион мира по вольной борьбе. Еще одно золото нашей команде принес махачкалинец Адемир Иманалиев, который также лидировал в весе свыше 100 кг, но среди участников возрастной группы М3. Кроме этого, в активе дагестанских спортсменов два серебра и одна бронзовая медаль. А дагестанка Нина Урганаева выиграла Кубок президента Союза Тэквондо России. Турнир проходит в подмосковном Одинцово. Воспитанница махачкалинской спортшколы номер 3 показала лучший результат среди участниц весовой категории до 73 кг. В финале Нина Урганаева одолела представительницу Ульяновской области Оксану Козлову. Спортсменка тренируется под руководством Саидали Алиева и Абдул-Азиза Магомедова. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.